Снова нечисть тут и там, напрягает мускулы. Значит, с новым быть котлом, не воюйтесь с русскими. Под песней военных лет в городском парке Армавира жители и гости города отмечали День Победы. На праздники было очень многолюдно. Многие пришли с портретами своих близких. Он воевал, дошел до Калмыкии и битвей на реке Маныч за село Сосновое, он там погиб. Очень долго искали его место захоронения, очень долго. Искала бабушка, искали все дети и нашла внучка. Благодаря тому, что у нее подружка живет в Калмыкии. Она сама была в Ставрополье, но сейчас она в Краснодаре живет, эта внучка. И мы его нашли только в 2019 году. В День Победы в парке многие парни, девушки и даже дети были одеты в военную форму. Этот праздник каждый год с детьми мы стараемся отмечать, вспоминать наших ветеранов, наших дедушек, прабабушек. Это гордость наша. Воспитываем в своих детях патриотизм. Потому что для России это священный праздник, который, наверное, мы должны чтить и помнить всегда. И растить это в наших детях. Традиционный ажиотаж возник возле двух полевых кухонь. Армавирцы с удовольствием пробовали ароматную гречневую кашу с тушенкой и вкусный чай. С особым аппетитом угощения ели маленькие гости праздника. Было очень вкусно! Праздничное настроение чувствовалось в каждом уголке парка. Здесь разместилась стена памяти с портретами погибших на войне армавирцев. Мальчишки и девчонки поздравляли ветеранов, которые защищали нашу родину. И только в День Победы я вдруг понимаю, почему. Всегда веселая, грустная, ты вспоминаешь ту войну. Прости, бабуля, что не смог понять, я раньше грусть твою. Я, видно, сердцем не дорос, прося играть тебя в войну. И в День Победы каждый год теперь поздравить я спешу. Мне всех знакомых стариков и прежде бабушку свою. Марина Локтева, Александр Герасименко, служба информации и телерадиокомпании ВИТА Арбавир.